В своем последнем слове 43-летний подсудимый, глухонемой с инвалидностью третьей группы, сообщил через сурдопереводчика, что якобы не знал о том, что хранение и торговля наркотиками являются преступлением. Прокурор гособвинения указал, что ранее Исабек Сагинов уже привлекался к суду за употребление наркотиков, за что получил тогда 90 часов общественных работ, и таким образом в его повторном преступлении уже имеется факт рецидива. Суд, исследовав все обстоятельства, вынес вердикт. Так, проголосается, сейчас приговор. Так, приговор именем лесу в Казахстан, 16 ноября, тут же 16-го года, в Морченьке. Потом суд приговорил. Зазначим наказание сроком 10 лет лишения своего опыта, сказать, сказать, что имущество. Глухонемой был задержан летом этого года. Оперативным путем был зафиксирован факт его торговли наркотиками. В доме Исабека было обнаружено свыше килограмма марихуаны. Незаконно для того, чтобы снять сцена взбита на качестве средства, вышившего маниклана в особо крупном размере, общим весом 1 килограмм 104 грамма 88 грамм. Из них 34 грамма 45 миллиграмм на качестве средства, вышившего маниклана, сгублитию под птикалами дождь. А остальные части на качестве средства, вышившего маниклана, в особо крупном размере, весом 1 килограмм 70 грамм, 43 миллиграмм, сгублития, дальнейшее сбыто незаконно хранил у себя дома. Отметим, что впервые в практике уголовного суда в связи с инвалидностью подсудимого дело проходило с сурдопереводчиком. На первом заседании суда Сагинов стал утверждать, что наркотиками его заставлял торговать некий сотрудник ГАИ. Однако уже на следующем судебном разбирательстве подсудимый отказался от своих первоначальных слов, заявив, что очень сильно волновался и поэтому сказал неправду. При определении меры наказания суд учел наличие у подсудимого шестерых малолетних детей. Это 10 лет, это является самый минимальный срок. Начинается от 10 до 15 лет лишения своего отраска и физкации имущества. С него будет вызыскан в заход государства 79 307 тенге, 73 тенге. Это культуральность детской. То есть деньги затрачены на проведение экспертизы. Впрочем, у подсудимого еще есть время обжаловать приговор.